Да, приветствую всем. Своим докладом хотел рассказать практическую сторону, которая имеется с клиентом, где мне кажется, что мы все вопросы, ну или большую часть вопросов, которые сейчас задавали, мы ее адресовали, и каждому из них у нас есть подход, который позволяет вести разработку, используя гид в реальной живой истории. Если что, презентация будет на английском, потому что требовалось согласовать содержание презентации с клиентом, рассказывайте, естественно, на русском. Во-первых, что хотелось сказать, это картинка до того, как мы применили гид. Здесь вы видите наш ландшафт. Цель приложения, которые развертываются на CPI, это интеграция внутренней системы заказчика с его клиентами. Здесь вы видите, соответственно, четыре инстанции, которые развернуты для CPI и логическое соединение между ними. Отмечу, что здесь вот имеется большое количество клиентских систем. Частично это повлияло на то, чтобы управлять этими подключениями к множествам клиентов через более удобный инструментарий, чем был разработан до применения гид. Как был организован транспорт до этого? Естественно, имеется стандартный self-call transport, куда из среды разработки загружаются артефакты. Это из Integration Flow Script Collections. Других объектов просто нет, поэтому, точнее, не требовались к переносу, поэтому здесь указаны только те, которые были. Естественно, здесь они разрабатывались, среди разработки в Cloud Transport они экспортировались по завершению разработки. Ну и дальше они раскатывались по ландшафту, test quality prod, в зависимости от того, какие, на каком этапе находилась та или иная разработка, тот или иной запрос на изменения. Человек, который отвечал за перенос, естественно, запускал импорты в соответствующие системы и занимался после этого деплоем перенесенных артефактов, открывал конфигурацию, вносил конфигурационные параметры, которые специфичны к каждой среде, и также настраивал Value Mapping. Отдельно скажу, что Value Mapping настраивал в связи с тем, что Value Mapping содержали специфичные к среде настройки. И результатом получился такой замечательный список ужасов этого процесса, потому что, во-первых, тот же самый Value Mapping необходимо было обновлять вручную, значит, в каждой системе нужно было помнить, какие именно значения нужно было указывать. После каждого импорта запросов на изменения нужно было вручную заниматься деплоем, это означает, что нужно было помнить, что именно находилось в каждом запросе, находить этот самый артефакт и вызывать к нему деплой. Особенно не забывать, что нужно было каждый из них еще вручную настроить, потому что могли добавиться переменные настроечные, они могли быть вообще не заданы, если это свежий iFlow. Запросы приходилось помнить, что есть между ними связка, потому что, когда вы делаете большой запрос на изменения, сам запрос на изменения мог быть растянут на несколько пакетов, и эти пакеты... Из этих пакетов вы не можете сложить все в один запрос, вам нужно складывать в каждый пакет свой собственный запрос и, значит, управлять теперь не одним объектом близким к ЗНИ, к вашему запросу на изменения, а сразу множеством. И каждый из них точно так же устанавливает, точно так же следит за каждым на всех этапах. Также было, так как было ручное введение вейлимаппингов, нужно было координировать вопрос этих изменений, нужно было помнить, что где-то что-то добавлялось, что-то где-то убавлялось, особенно в связи с тем, что появлялись новые клиенты, к которым нужно было подключение, и к ним нужны были соответствующие настройки выставлять. Та же самая проблема уже связанная с количеством сотрудников, занимающихся разработкой. Соответственно, между разработчиками в CPI требовалось выполнять постоянную координацию, рассказывать о тех или иных изменениях, так как они были непонятны и неясны из ГУИ. Особенно если мы говорим о каких-то ведущейся разработке, постоянной драфт-версии и так далее. И последнее, что нужно было координировать, это ввести перечень артефактов, которые не требуются к деплою в некоторых средах. То есть были такие сценарии, которые, конечно, нужны были, допустим, в продуктивной среде, но, например, в тестовой среде их деплоить было нельзя, в связи с тем, что они не имели никакого подключения. Например, как в случае с нашими клиентами, в тестовой среде эти артефакты не должны быть развернуты, а должны быть развернуты только в quality среде, где есть соответствующее подключение. Все это нужно было ввести вручную, все это нужно было координировать, все это нужно было записывать, ванноуты, встречи, звонки, письма и так далее. Такой вариант нас не устраивал. Соответственно, это было основной, важнейшей предпосылкой к тому, чтобы рассмотреть другой подход. Когда мы пришли к ГИТу, получился у нас такой ландшафт. Среда разработки у нас осталась, среда разработки, в ней мы продолжаем ввести, чуть позже я это покажу, сам процесс, в ней мы продолжаем ввести изменения всех артефактов, то есть если вам нужно создать iFlow, изменить iFlow и так далее, мы все ведем привычным способом через GUI в среде разработок. Когда работа над конкретным артефактом или набором артефактов завершается, они экспортируются в ГИТ-сервер, чуть позже про этот процесс расскажу. Сюда, соответственно, складываются исходники, и из него два выхода. Один есть Nexus, куда складываются скомпилированные артефакты. Скомпилированные в данном случае имеется в виду, допустим, те же самые iFlow, для них требуется скомпилировать их в zip-файлы готовые для загрузки. Они хранятся не в самом ГИТ-сервере, потому что там хранятся исходники, опять-таки до этого дойдем, а они размещаются здесь уже скомпилированные, чтобы потом можно было их отсюда в единую понятную версию утягивать. Все остальные вещи, включая настройки, настройки iFlow, они утягиваются напрямую из ГИТ-сервера и раскатываются по каждой из сетов. То есть логически либо из ГИТ-сервера берутся конкретные параметры, конкретные настройки, либо из Nexus берутся скомпилированные артефакты, так бишь iFlow, например, или скрипт-коллекшнс, или еще какие-то. с точки зрения того, как это выглядит, если немножко зазумится. На стороне ГИТа есть два репозитария. Один репозитарий у нас называется репозитарий с исходниками. Здесь размещаются исходники для двух объектов, которые мы видим. Это, соответственно, iFlow и скрипты. Те, которые скрипт-коллекшн. Во втором репозитарии у нас ведутся манифесты. Сейчас расскажу, что это такое. Конфигурационные параметры для iFlow. И у нас есть специфичный объект, который мы создали самостоятельно. Это настройки специфичные для каждого из клиентов, к которому мы подключаемся. Если идти снизу вверх, поговорим сначала о как раз-таки скрипт-коллекшн, интегрэшн, флоу. Как я говорил, происходит компиляция данных объектов в zip-файлы, готовых для импорта. И они размещаются в Nexus. Как скрипт-коллекшн, так и интегрэшн, флоу. Соответственно, скрипт-коллекшн напрямую из Nexus, как есть, размещаются в CPI. Если мы говорим про iFlow, то iFlow разворачивается здесь, но для этого не используется их конфигурация в зависимости от среды, на которой развертывается, и манифест. Сейчас расскажу, что такое манифест. А конфигурационные файлы, которые специфичны клиенту, мы конвертируем в value mapping, и это происходит на лету. Соответственно, в тот момент, когда происходит деплой в определенную среду, вот эти специфичные XML-файлы, здесь то, что внизу XML лежал, конвертируются в value mapping для каждой среды своей собственной. манифест, если что, что это за объект? Это перечень, это, по сути, манифест пакетов, то есть это перечень script collections или перечень integration flow, который размещается в конкретном пакете с номером версии. То есть фактически здесь описание содержимого пакета, что находится в пакете, с какой версией. И в рамках вот этого манифеста уже осуществляется приведение соответствия состояния CPI к тому, что описано в манифесте. То есть создаются, загружаются, либо удаляются объекты в соответствии с тем, чтобы привести состояние пакета к тому, что описано в манифесте. Секреты я здесь отдельно указал, потому что мы решили, что секретами управлять мы пока не будем. Соответственно, секреты, которые имеются, это логин и пароли к всем системам сертификата, которые там есть. Их управление мы оставили на каждой CPI отдельно. То есть они создаются там вручную, разработчиками и ведутся там. То есть мы их не храним ни в ГИТЕ, пока не в других местах. С точки зрения того, как строятся сами гид-репозитарии. Для репозитария, который касается сорса, у нас достаточно простая схема. У нас есть один мы, который содержит финальный артефакт, финальный версии iFall, финальный версии скриптов. И есть соответствующие фичи, ветки, которые мы создаем. В них содержится промежуточная версия. Пока тот или иной разработчик работает с какими-то запросами изменения или с устранением ошибки, он создает отдельно под нее ветку и в эту ветку загружает обновленный контент, который проходит определенной стадии проверки. Чуть позже про них расскажу. И как только разработчик убеждается, что версия готова к тому, чтобы она была перенесена в тестовую среду, изменения из этой ветки применяются в мейн. С точки зрения конфигурационных репозитариев у нас заводится соответственно опять-таки hotfix или фич ветка. Каждая из них соответствует либо конкретной проблеме, либо конкретному запросу на изменения. Туда размещаются, напомню, конфигурации iFlow или конфигурации специфичные клиенту. И когда приходит запрос на то, чтобы данные изменения было установлено, мы раскатываем на один из четырех веток, которые имеются в репозитарии. Каждый из них соответствует одной среде, которая у нас имеется. Естественно, основная ветка является prod, но также есть и quality, и test, и def. Соответственно, мы имеем контроль над тем, что та или иная конфигурация, тот или иной манифест, в частности, та или иная конфигурация iFlow, могут быть развернуты на определенную среду, которая указана здесь. То есть, можно вести установку фич, независимо друг от друга, на ту или иную среду. если чуть копнуть глубже. Вот пример содержимого репозитария, который содержит исходники. Здесь вы видите всю структуру, ничего здесь необычного нет. То, что вы видите, это ровно то, что экспортируют все инструменты, которые работают в CPI, потому что это содержимое iFlow. здесь у вас показывают структуру того, как она есть, соответственно, как есть, выгружается и хранится в репозитарии. То же самое, как выглядит содержимое экспорта для script collection. Здесь это пример взят в библиотеке для Excel парсинга, нам потребовалось. Как видите, все, что там было, включая всякие джарники, игру и экспортируются как есть. Тут опять-таки ничего особого, это есть и в GUI, это есть и в любых кли-инструментах, это то, что экспортируется экспортируется из CPI. Уже дальше интереснее это конфигурационный репозитарий, потому что он у нас создан под нашу спецификацию. Здесь вы видите пример того самого манифеста, который я говорю. Один манифест, как видите, это один файл, каждая строка соответствует одному артефакту. Здесь вы видите в начале тип наименование, это ID объекта и его версия. Как видите, здесь некий пакет с 12 и с одним скриптом. Естественно, таких файлов по количеству пакетов, которые у нас имеются. Далее, в том же самом конфигурационном репозитарии. вот тот самый пакет, который мы смотрели. То есть, то был манифест, вот его выгрузка его параметров. На каждый iFlow, который имеется там, имеется отдельный файлик. Ну, текстов формата, потому что там нет никакой особой потребности в структуре. Каждый из них у нас создается, он может быть пустым, если никаких экстремензированных параметров у iFlow нет. А если имеется, могут быть вот такие задержимые, может быть, таким. Пришлось чуть-чуть заблюрить, потому что там все-таки клиентские данные. Но каждая строка это конкретный экстремензированный параметр. Это тип данных, который заявлен со стороны CPI, наименование параметра, ну, или через равно дальше значение, так как оно видно в системе. Здесь, как вы видите, адрес, папка, имя файла и так далее. В том числе имеется, вот, если у вас есть расписание, которое вы можете настраивать, это расписание для SFTP-адаптора, например, то здесь тот паттерн, который хранится в системе, он здесь доступен. Ничего необычного, опять-таки, это фактически экспорт всех параметров, которые имеются в качестве экстренализированных в iFlow. И третий пример того, что там хранится, единственное, что не могу показать содержимое, потому что очень специфично, на каждого клиента, который имеется, создается отдельный XML-файл. Описывать его содержимое неважно, потому что это специфично к нашей области, к нашей задачи, но скажу так, каждый файлик это один клиент, внутри этого файлика прописаны настройки, специфичные к мы как-то подошли к этому. Внутри есть секции про среды, dev, test, quality, prot, а внутри каждой секции у нас уже есть параметры, которые прописаны специфично к этой среде. эти параметры, если что, помню, конвертируются из этого файла, конвертируются в value mapping, где они в рамках наших iFlow подтягиваются, то есть у нас есть iFlow, они поддерживают множество клиентов, но чтобы не нужно было создавать на каждого клиента по своему iFlow, у нас iFlow общее, а специфичные вещи, которые мы должны знать про клиента, вытягивают из value mapping, а value mapping и создаются на основании вот этих вот файлов. И если что, получается так, что разработчики работают с разными клиентами, когда как, где-то попросят ввести, донастроить до работы существующего, где-то создать новое и так далее, все параметры попадают в соответствующий какой-то один файл, кто-то один обычно занимается одним клиентом, и когда раскатывается изменение, может быть один параметр для одной iFlow, как используется в конкретном потоке, он вытягивается из всех XML файлов, то есть у вас общий iFlow, но чтобы его наработал, необходим value mapping, а value mapping должен быть наполнен знаниями о всех клиентах, то есть мы вот из вот этого набора компилируем, делаем горизонтальные нарезки параметров. Опять-таки содержимое не важно, но такой интересный подход можно потом отдельно обсудить. Как выглядит сам процесс разработки? Соответственно, у вас есть опять-таки DevSreda, есть рабочая станция разработчика, каждого из у нас их несколько. На этом шаге разработчик делает экспорт. Мы для экспорта написали свой собственный инструмент, он использует те же самые открытые API. Мы посмотрим, можем ли мы заюзать чужие для наших целей, хотя там есть специфичная логика, поэтому не очень уверен, получится у нас перейти или нет. Сам разработчик естественно вызывает экспорт. В рамках экспорта вытягиваются все артефакты, которые есть в DevSreda, они вытягиваются на локальную станцию разработчика, там имеется сразу гид-дерево локальное, и в рамках него разработчик выбирает только свои изменения. То есть одна из задач, когда все изменения экспортированы, мы выбираем, какие именно объекты мы меняли, потому что у нас одновременно работают два-три разработчика, и ты хочешь только свои фичи, только свои разработки приписать к соответствующему изменению. Поэтому на вот этом этапе мы занимаемся фильтрацией. То есть все экспортировано, но разработчик делает фильтрацию, что именно он хочет закоммитить в рамках данного изменения. Одновременно вот здесь на циферке 1 происходит дополнительная предобработка, потому что часть артефактов, которые экспортируются, они на самом деле не форматированы. И гид не любит, когда все просто засовывается в одну строчку и гораздо лучше работает, если мы применяем форматирование. например... Марат, 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 у нас тут был лак по связи. Вот продолжи, пожалуйста, с экспорта. Вот последние три предложения, наверное, секунд 20. О, хорошо, сейчас повторю. Соответственно, идет экспорт, разработчик должен выбрать, какие именно артефакты он хочет закоммитить, так как разработчиков много. При экспорте при этом ведется форматирование отдельных объектов. В данном случае это месседж мапов и определение свойств, потому что почему-то сам CPI их пишет в одну строчку, гид не любит изменения, когда огромный XML-файл в одной строке. Потом невозможно это не читать, не анализировать. Поэтому на этом этапе мы единственное что делаем это предформатирование этих файлов как XML, то есть делать его красивую развертку. Разработчик выбрал, что он хочет закоммитить, коммитить на гид-сервер. Как только он коммитит на гид-сервер, у нас выполняются на нем автоматические задачи. Первое это валидация XML-файлов. Те XML-файлы, которые пришли, на всякий случай валидируем. Мы не переживаем за XML-файлы, которые генерирует сам CPI, мы переживаем за XML-файлы, которые импортируют разработчики. То есть всякие XSD, XLT и прочие дополнительные VSDL. Все, что может импортировать пользователь, мы валидируем, что это все-таки валидный XML, потому что CPI не жалуется на них. Также мы проверяем все iFlow на использование на переменные, которые там определены, однако внутри разработки они не используются. Соответственно у нас в ходе проверки подсвечивается, что та или иная переменная определена, но нигде не заюзана. Может быть ошибка разработчика, где-то забыл ее применить хотел, может быть больше не нужно и так далее. Мы это соответственно контролируем в этот момент. Также проверяем на неиспользованные ресурсные файлы. Опять-таки себя и вообще все равно, что мы там храним, поэтому мы можем там хранить очень много файлов. Некоторые мы даже забыли, еще используем или нет, и это проверка вручную это очень сложная операция, точнее скорее муторная. поэтому у нас валидируется, что все внешние файлы, которые туда прицепили, Groovy скрипты, JavaScript и все, что угодно, что они внутри CPI вообще где-то опять-таки заюзаны. Если они не заюзаны, появляется предупреждение. также мы используем Groovy скрипты и мы валидируем на синтаксические ошибки, на синтаксис, в целом на корректность и определенной валидации в плане того, лучшей практики или нет по отдельным, по тому, как написан код. Что еще? Так как разработчик выгружает из дева, он выгружает не только исходники в плане опять-таки iFlow и скрипты, он также выгружает сюда настроечные параметры. То есть из дева выкачиваются те значения внешних переменных, которые у него определены в iFlow. они тиражируются для каждой среды, то есть если у вас есть экспорт, то там явно в экспорте написано, что это для дев-среды вот параметры iFlow. Разработчик также их меняет под те параметры, которые необходимы в каждой из последующих сред. Не обязательно это делать сразу, но в любом случае весь процесс будет такой, как только он определится с конкретными значениями, они вписываются в соответствующий экспортирированный файл. Какие еще проверки идут? Так как у нас есть манифест, манифест описывает все версии, которые должны быть в пакете. как только разработчик коммитит именно конфигурационный гид-репозитарий, мы проверяем, что данный артефакт существует. Так как мы ждем у нас блокируется деплой в случае, если в описании манифеста указана iFlow или какая-то его конкретная версия, а она при этом еще не экспортирована или не подготовлена и не проверена в другом репозитарии, в том, котором у нас исходники. Также есть проверки того, что в конфигурационный файл вообще сходится с параметрами, которые определен в iFlow. То есть в момент, когда мы будем пытаться настраивать ту или иную среду, у нас проверяется, что вы обещали не знаю, какую-нибудь переменную типа юзернейм, а в iFlow такой переменной не существует, потому что разработчик забыл, здесь упустил и так далее, у нас, соответственно, блокируется deploy в случае, если мы пытаемся такую ошибку допустить. И какая еще задача есть? Вот те самые клиентские специфичные XML-файлы, которые я описывал, к ним применяется валидация. Валидация на то, что в этих настройках бывают сертификаты, в этих настройках бывают ссылки на реквизиты, на credentials, мы проверяем, что данный сертификат существует или данный credentials существует в целевой среде, опять-таки, перед деплоем. У нас не получилось, что мы задеплоили какую-то версию, а ссылаемся мы на несуществующий логин-пароль или на несуществующий сертификат и узнаем об этом только уже в эксплуатации. Соответственно, все, что я писал, это примеры того, как проходят этапы в ГИТе, то бишь каждый раз, когда вы в сторис репозитарий не в основную ветку загружаете какую-то версию, то есть вы подготовили свой change, вы загрузили свою версию iFlow, например, проходят вот эти проверки, как я описывал, все это проверка на XML, проверка на неиспользуемые переменные, на ресурсы, проверка синтаксиса груз-скриптов. Как только вы уже готовы, ваша версия уже завершена, помедите в основную ветку, уже проходят другие шаги, в самом основном из них это мы билдим артефакты, то есть мы их компилируем, готовим для загрузки и публикуем для того, чтобы потом из этого репозитария они могли скачиваться и импортироваться в целевую среду. Если мы говорим про конфигурационный репозитарий, там, соответственно, такие три сценария проходят. Первый это верификация артефактов, то есть мы проверяем все ли заявленные в манифестах артефакты существуют и валидируем как раз их переменные, то есть что в конфигурации мы ссылаемся на переменные, которые существуют в артефакте. Какой-то из билдов мы зафейлили это. В случае, если мы переносим, коммитим в одну из веток, которая связана с деплоем в среду, в среду тест, quality или продуктив, у нас проходят вот эти два сценария. Один, который пытается загрузить либо iFlow, либо скрипты и, соответственно, их конфигурировать. здесь это же самые шаги, которые я описывал до этого. Включая, кстати говоря, бэкапы. То есть мы перед тем, как установить те или иные изменения в целевую среду, мы скачиваем манифест, то есть мы знаем, какие версии там были установлены, мы скачиваем текущую конфигурацию всех iFlow, которые есть в этой среде. Здесь мы имеем в виду вообще все, а не только те, которые поменялись. Мы их, соответственно, складываем в журнал, то есть они у нас имеются экспортированные, если что, мы можем в нем вернуться. И дальше уже идут загрузка артефактов, применение конфигурации, и в конце мы делаем триггер деплоймента. То есть мы говорим, что все артефакты новой версии загружены, загружается только Delta. Все конфигурации применены, опять-таки применяются только Delta, и вызываем деплоймент только по тем артефактам, которые мы затронули в предыдущем шаге. Здесь мы зафейлили, жизнь такая бывает. И второй параллельный сценарий идет, связанный с тем самым XML-файлами, клиентски специфичными, которые компилируются в определенной конфигурации и проходит самая валидация ссылки против этих credentials и сертификатов. Ну и опять-таки это iFlow, соответственно, это Value Mapping, эти Value Mapping в конечном счете будут загружены, и вот в этом шаге мы загружаем, запускаем deployment и ждем, пока он выполнится. С точки зрения того, что мы получили в итоге, то есть когда нам настроили весь этот процесс, получили плюшки и минусы, начну с плюшек. Ну напрямую плюшки, которые мы получили, то, что у нас в случае, когда мы делаем deploy, то есть когда мы говорим вот ZNAI мы хотим его установить, у нас все артефакты, которые с ним связаны, они устанавливаются моментально, в том числе, если они касаются разных пакетов, то есть мы можем одним махом перенести изменения двух и более пакетов. Валидируем, что сертификаты и пароли существуют в целевой среде, а не узнаем это в момент эксплуатации. Опять-таки система не проверяет за нас, поэтому приходится нам это делать. А у нас автоматически применяются настройки iFlow специфичные к среде, не только iFlow, но и специфичные для клиентов, которые мы делали, и тоже по сути автоматически применяются. Мы очень многие настройки, которые были сложно вести руками, по сути привели в удобный формат этих самых XML, и на основе них генерируем очень сложные value mapping, сложные для ручного ведения, простые автоматически. Мы можем на уровне GITA в момент, когда мы делаем экспорт, уже планировать настройки для всех сред, так как у нас настроечные файлы для каждой из... Мы коммитим их сразу в GITA и когда вы смотрите текущий коммит, вы видите уже, что для деф-среды настройки iFlow будут такие, для тестовой будут такие и так далее. То есть это вы сразу все параметры можешь там прописывать. У нас идет валидация исходников и ресурсы, и переменные, и groovy коды, и XML, и еще что-нибудь, что придумаем, мы туда добавим. Одной из идей, которые я себе записал, это как раз посмотреть насколько он поможет нам по жизни. Также мы можем настраивать артефакты, которые будут задеплоены только в определенные среды. Это я там не показал, но как одна из функций у нас имеется возможность пометить, что в среде dev или там в среде тест, например, данный артефакт нужно установить, но не нужно деплоить. И мы соответственно бэкапируем все конфигурационные переменные в момент каждого коммита в определенную среду. То есть у нас есть бэкапы на случай термоядерной войны. Есть еще плюшки, которые пришли просто от того, что мы используем сам гид. Ну, во-первых, конечно, простое управление изменениями, у нас есть pull request, pull request, ими владеют разные разработчики, мы можем где-то вместе работать, где-то можем отдельно, но это позволяет развести нашу работу, с учетом того, что мы много делаем параллельных изменений в одной и той же dev среде. Все ресурсы, все исходники теперь полностью доступны для поиска. У нас это можно как в гиде делать, так и локально. То есть на многие вопросы мы стали гораздо проще отвечать. Очень удобно, кстати, если мы помним, что мы где-то использовали хороший грудовый скрипт, но не помним, как именно и не хотим немножко манифицировать. Легкий поиск, исходники есть, скопировали, вставили. Все конфигурационные значения у нас доступны для всех средств для поиска сразу. То есть если вы когда-нибудь хотели узнать, где используется такой-то логин, опять-таки мы в гиперпозитарии говорим поиск по строке, вводим туда логин, enter, и вот у нас мы знаем, в каком конкретно iFlow используется, в каком параметре используются данные значения. Также из-за того, что это гид, и вы вручную выбираете, что именно на коммите, вы можете заметить неожиданные для вас изменения, то есть есть возможность всегда посмотреть, а не зацепили ли вы случайно чего-то, допустим, случайно в рамках теста Groovy Script не добавили туда какую-нибудь отладочную переменную. Ну и опять-таки, так как это гид, значит, любое изменение, которое у вас имеется, можно легко откатить. В любой момент можно гид-репозиторию, гид-ветку целевой среды откатить на любое другое состояние, и опять-таки те же самые скрипты приведут целевую систему в нужное состояние, без каких-либо сложных махинаций с нашей стороны. Минусы. Для нас минусом является то, что мы никуда не ушли от среды разработки, это как раз и смотреть на Вадима, что можно делать локально, что можно делать на своей машине, можно ли iFlow менять или что-то локально. Мы решили от этого отойти, потому что очень тяжелый становится вопрос гарантированной совместимости и удобства работы. То есть мы оставили графическую среду, и вся разработка полностью ведется в DevStrain, обычного CPI, и мы решили не вносить никаких изменений, кроме как в настройке iFlow. То есть если вы видите, что есть проблема с скриптом, например, где-то опечатка, где-то линтер не прошел либо еще что-то, мы решили, что гораздо будет лучше все равно проходить через DevSredo. То есть хотите исправить, откройте DevSredo, исправьте и экспортируйте заново. А другим минусом является то, что мы не можем экспортировать драфт-версии. Это ограничение API системы, и мы решили, что драфт-версия в принципе означает, что разработчик ведет активные изменения, значит, его не надо пытаться экспортировать, а значит, не надо пытаться его применить к тем тем или иным, не нужно его прикладывать к DDI. Не очень, она была бы удобна только в случае, если мы хотим драфт-версию экспортировать и проверить на линд, например, но мы решили, что лучше разработчик четко скажет, что-то, типа, деблокируют для саппского мира, четко скажет, что разработка завершена, можно проверять. Что мы потеряли с таким подходом? У вас история изменений в тесте, в квалити-продавшине отсутствует, теперь будет. То бишь, мы можем знать, что именно было в той или иной инсталляции, то есть, какие версии были там установлены, развернуты, мы можем знать только по истории GITA, потому что наш подход для деплоя в test-quality-прод, это удалить существующий артефакт, загрузить новый артефакт, это, соответственно, удаление убирает всю историю изменений и нажать deploy. Но так как у нас есть гид, мы ему доверяем в этом вопросе больше, чем в доке. И, ну, наверное, последнее, это то, что все еще кастомный процесс, то есть, то, что мы создали, это не продукт, а фактически набор наших сценариев для поддержки всего этого процесса. Мы используем только стандарт CPI API и делаем какие-то определенные свои собственные проверки контента, как, допустим, не используем переменные, это мы проверяем, а не какой-то внешний компонент. но в целом фактически означает, что мы теперь отвечаем за весь огород, который мы создали, хоть он и несложный. Отсюда, значит, никакой внешней поддержки нет. Значит, какие-то изменения, которые будут приходить в CPI, обновление адаптеров, или не версия, обновление подхода к скриптам, оно будет, нужно будет нам вручную обновлять. Ну и напоследок наши планы по развитию это вопрос того, как мы будем использовать управление секретами, потому что пока что секретами мы управляем никак, в каждой системе мы устанавливаем секреты и на этом устанавливаемся. Хотим добавить сканирование исходников на наличие дыр, уязвимостей. Это немножко чтобы также выровняться с политикой компаний, так как все исходники должны проходить проверку на наличие уязвимостей. И сейчас у нас нет никаких правил для деплоя в продуктив, хотя с точки зрения компании они хотят больше добавить еще одного человека на контроль в экспорте в продуктив, потому что сейчас продуктив экспортируют те же сами разработчики. Понятно, что по согласованию к какому-то письменному, но вопрос все-таки какого-то более формального процесса есть. Вот на этом как бы все. дам спасибо большое. Мы сначала пару вопросов от себя задам. Скажи, как давно вы эту штуку эксплуатируете в таком виде? я открою наш вид. Ну, так, наверное, будет более подниматься. Давай вот так. С деталями. Ну, где-то наверное именно эксплуатация месяца три. До этого было полномерная работа по тому, чтобы создать процесс, процесс экспорта, процессы проверки и убедиться, что подход работает. То есть у нас вопросы отдельные части были готовы сильно раньше, мы начали их эксплуатировать раньше. Например, вот этот вот value mapping, его компиляция из XML файлов мы сделали первыми и эксплуатируем наверное ой месяцев месяца четыре наверное пять. Ну да, наверное пять месяцев. То есть мы его сразу сделали, мы сразу его в эксплуатацию загнали, потому что это была самая трудоемкая часть. Все остальные мы планомерно реализовали ну наверное вот посчитать три месяца в продуктивной эксплуатации. Супер, спасибо. И второй мой вопрос. Я конечно от себя уже давненько отошел, но насколько я помню там с точки зрения состава developed артефактов кроме flow мэппингов и скрипт коллекшенов появились и дата сервисы и другие какие-то типы артефактов. Скажем, вы их пока не покрывали? Мы их не покрывали, потому что мы их не используем. То есть мы покрыли те виды артефактов, которые мы реально разрабатываем, эксплуатируем. У нас цель была не покрыть, ну мы не разрабатывали продукт для продажи, поэтому мы не смотрели на те виды артефактов, которые мы не используем. В теории поддержать их не представляет никакой сложности, потому что скорее всего процесс для всех остальных вещей будет такой же, как здесь скрипт коллекшен, потому что они не имеют никакой environment специфической привязки, поэтому мы можем просто их экспортировать и точно так же импортировать. Единственное, что у CPI на каждый импорт есть свой собственно отдельный IP, поэтому означает, что чтобы реализовать загрузку типа объектов, нужно только добавить тип объекта и поддержку IP на скачивание и на загрузку артефактов. Но скорее всего они все будут проходить вот такой простой сценарий, где то, что есть экспортировали, подтвержденно и скомпилировали, когда есть необходимый деплой, мы на основании манифеста его туда загрузили. Когда нужно будет, да, когда нужно будет, будет несложно добавить. Слушай, а вы вот своими наработками в каком-то виде готовы делиться или это пока все in-house и за порог нельзя вынести? Мы обсуждаем, потому что допустим, вот это специфично к нам, никому не, там нет смысла никому экспортировать, все остальное мы рассматриваем, как сделать его open-source. То есть мы какие-то определенные компоненты дадим, просто вопрос того, что нужно убрать лишнее и сделать чуть более юзабельное для более широкой публики. Даже те же самые value-мэппинги, например, нужно перекинуть в разряд переносимых вот здесь. И это может быть тогда он станет более полезным. Иначе если сейчас его опубликовать, то это будет вот такие два типа объектов и все. Ну и как бы вы или мэппинги, которые достаточно часто используются, мы не будем переносить. Здесь даже если что должен быть еще мэсседж-мэппинг, здесь же еще существует мэсседж-мэппинге, которые отдельно живущие. Мы их тоже не поддерживаем, потому что мы их никогда не пишем отдельно от iFlow. То есть, если мы смартфинг, то он внутри здесь. Опять-таки, просто чтобы он был полезным, его надо допилить с точки зрения поддержки всех объектов, ну и самых частых объектов, которые есть в CPI. но общее мысль, что мы не готовы его как продукт продавать, мы не софтверная компания, но готовы поделиться, но тогда нужно потратить время, чтобы его подготовить для швырока публики. Да, понятно. Спасибо большое. Так, вопросы из зала. Давай, Алексей. Добрый день еще раз, Мара, спасибо за доклад. У меня вопрос, можешь вернуться к 13-му слайду? Да, меня больше всего заинтриговал здесь вот этот этап ActionRunner, где куча проверок, соответственно, вопрос по их реализации. Особенно у меня резонул слух, то, что у вас есть проверка на best practice, и, собственно, насколько это проверки собственно автоматизированы, или там специально обученный человек сидит и код смотрит. Как это все-таки это? Мне любопытно, как вы это реализовали? Здесь в best practice вопрос был про груви-скрипты, best practice. Это проверка автоматическая, там нет человека, то есть мы нашли один прекрасный пакет для валидации груви-скриптов, в котором мы скрабливаем все груви-скрипты, которые существуют в репозитарии, и он со своей стороны делает соответствующие давления. Он, например, указывает, что он построен даже на правилах, встроенных внутри него, которые можно включать-выключать и превращать в ошибки или в ворнинги, или еще что-то. Но когда я говорю про best practice, это в плане не использовать данный пакет Java, использовать другой, потому что этот устарел. Он валидирует, что, допустим, функции, которые мы создали, что все переменные, которые там заданы, они используются. То есть есть функция, есть входной-выходной, входные параметры, он валидирует, что эти входные параметры внутри тела скрипта используются, потому что, может быть, разработчик забыл об этом. Целый список большой, который там имеется, мы чуть-чуть его подтюнили, где-то включили, где-то выключили. Как бы best practice имеется в виду в плане написания груби скриптов. Один из таких проверок, которые делают, в частности на капитализацию тех или иных, то есть формы наименования переменных, можно включить, можно выключить, мы выключили, на нет необходимости. А то, что где-то функция слишком большим количеством входных переменных, там и так далее, там такого плана. Никакого специально обученного, никаких дополнительных затрат мы шевеления пальцем не делали. Мы прогнали все как есть, обсудили с разработчиками, включили и выключили те правила, которые нам понравились. И так и оставили. То есть, это все автоматическая валидация, проходящая здесь. Других валидаций на best practice нет. Вот CPI линтер можно подключить и может быть оттуда мы будем какие-то best practice тянуть. Опять-таки, валидировав с ребятами, какие правила мы будем следовать, а какие нет. Какие они релевантны к нашей ситуации, какие нет. Спасибо. От себя еще комментарий небольшой. Хотелось бы взглянуть на какой-то рабочий workflow, как это все работает в реальном времени. Если есть возможность, может быть, пожелание к следующему метапу. Там проблема с тем, что если надо показывать, там надо подключать несуществующую среду, потому что мне запретили публиковать материалы, ну то есть там же есть разработки, которые специфичны в нашей области, поэтому там они защищены NDA. Для того, чтобы его показать, нужно нам развертывать отдельную среду. Может быть, с ребятами договоримся где-нибудь отдельную среду развернем, но пока, к сожалению, вот хотел, но нам не дали возможность это показать. А с точки зрения процесса, ну, ваш процесс будет выглядеть так. Запускается один инструмент для экспорта, у вас есть Git-клиент, вы говорите в нем, выбираете файл, который хотите закоммитить, не давайте commit, они уходят на Git-сервер, все остальное полностью это автоматически. И если вы говорите окей, я закоммитил вот эти все проверки, я посмотрел, все журналы я посмотрел, а они все в онлайне, просто в Git-е, в журнале. Вы говорите, я хочу его, чтобы он был в тесте, вы в Git-е из одной ветки переносите в другую, то есть вы вашу фичу затягиваете в ветку deploy test, например, как только вы сделаете commit, deploy test, запускается вот этот весь процесс. тут с точки точки зрения участия человека нулевое, то есть вам только надо успешно заимпортировать изменения в соответствующую ветку, все остальное идет в фоне. И то есть для вас, как для количественного пользователя, все, что вы видите, это вот это. Вы видите только чекбоксы, за каждым из них кроется просто журнал исполнения того или иного шага. Я опять-таки не мог их раскрыть вам, и там начинается специфика клиентская. Это могло бы просто зарезать для демонстрации. Но там будет подсвечено, что какая-то переменная не используется. Для вас заработчика это весь процесс. Когда вы откроете CPI, у вас в тестовую среду будет просто все установлено. Никаких никаких там телодвижений для этого не потребуется. Добрый день, Максим Поддубный. Вопроса два будет. Они связаны касаются безопасности, защиты от дурака, так скажем. То есть первый вопрос это я услышал в плюсах было обозначено то, что в рамках одного ченча реквеста мы можем понести много связанных там несколько пэкэджей, то есть это может быть довольно массивный набор изменений. Продумана ли у вас как-то ситуация, когда допустим это одно общее изменение содержит какой-то караб код, ну не знаю, что-то, что в общем не зашло и нам нужно откатить, то есть сделать роллбэк и очевидным решением было бы откатиться на предыдущую версию, но версия затрагивает очень много всего, то есть можно ли как-то точечно сделать роллбэк, думали бы об этом, это первый вопрос, а второй вопрос, вот между девом и тестом нету стрелочки, я вижу, то есть что-то мне мешает, допустим, взять и загрузить какой-то пэкэдж напрямую в тест прямо из броузера, то есть тогда допустим все поломается, то есть вот такие вопросы безопасности как-то продуманы, ну то есть я услышал, что разработчик он же сам грузит в эти среды по согласованию, но как-то вы видите возможность разорвать эту цепочку, чтобы допустим разработчик мог только сформировать эти файлы, а уже другие там базисники или кто-то уже занимались бы деплоем этих артефактов непосредственно в среду тест, кольте и про вот такие два вопроса. Я понял. Ну смотрите, давайте с конца пойду. Касательно разрыва полномочий между разработчиком и условной эксплуатацией или базисом у нас сейчас ведутся эти работы как раз одни из точек улучшения, которые указаны это процессы гуссования, обсуждали. Мы обсуждаем вопрос того, какие полномочия кому нужны и готовы ли у нас базис заниматься теми вещами, которыми мы занимаемся, но в конечном счете может быть разорван процесс вполне, что у разработчика есть доступ только в среду разработки гид сервер с точки зрения изменений. Соответственно, тест, квалити и прот может быть только на просмотр. и никаких проблем здесь нет, мы отбираем полномочия, оставляем импорт только через гид сервер, а этот гид сервер полномочия на мерч, соответственно, на применение настроек конкретно среде, мы отдаем только определенным лицам, либо делаем процесс в гиде, вы можете добавить согласующих, то есть, когда вы говорите, я хочу это зоны применить в конкретной среде, можно настроить, что нужно N согласований, одно, два, три, без разницы, и вы добавляете этих самых согласующих лиц, то есть, вы блокируете процесс отсюда сюда тем, что вы отозвали полномочия у разработчика CPI, а вот эту ветку по управлению изменений вы разорвали, потому что на уровне гид сервера у вас нет возможности применить commit без согласования каких-то лиц, соответственно, здесь не обязательно, чтобы какой-то другой разработчик делал полностью все монтажи, но разработчик может попросить монтаж, ответственный за базис или за среды эксплуатации, может просто прийти и сказать, да, я подтверждаю, и весь процесс, который здесь описан, пойдет автоматически без участия разработчика, без участия базиса, то есть вы здесь делаете процесс согласования, а здесь вы отзываете полномочию, это сейчас на столе обсуждается с клиентом, точнее, с сурвобезопасностью, а вопрос того, откатить частично или нет, нету, ну то есть, во-первых, у нас четыре целых среды, то есть у нас не существует ситуации, когда мы из Дева закатываем в продуктив, потом узнаем, что у нас там какой-то символ не тот. Когда говорю про перенос нескольких пакетов, мы говорим не про пакетов, а про перенос разных артефактов из разных пакетов, то есть обычно ZNI касаются конкретной фичи, но бывает так, что эти самые функциональности, они раскиданы просто в разных местах, поэтому это один пакет, админа и флоу из одного пакета, может быть, маппинг из второго и скрипт из третьего, и они все идут одним запросом на изменения. То, что можно ли взять и откатить его частично, ну, все, что у вас имеется в Гите, все функциональности, которые имеются в Гите, вы можете их там применить. Это означает, что в Гите у вас есть реверк коммит, то есть вы можете полностью весь коммит убрать. Это значит, что, допустим, из продуктива вы уберете последнее изменение, которое вы сделали. Ну, не последнее, а то, которое вы напрямую хотите убрать. Но есть второй вариант. Для Гита, для разработки, когда имеются проблемы, вы же можете их не методом реверта делать, вы можете их делать методом хотфикса. То есть вы, считая, вы создаете ветку, которая называется хотфикс, и ее содержимое загоняете из дева. Хотфикс, это значит, вы в отдельной ветке указываете то изменение, которое вы хотите делать. Например, версию десятую iFlow вы хотите откатить на восьмую, а все остальное оставить. Вы, соответственно, здесь делаете новый коммит, где указываете, что это восьмая версия, и когда вы его прокатите по процедуре, в том числе доведете до нужной среды, деф-тест и так далее, оно изменится. То есть, если вам нужна частичная, гид предоставляет возможность вам накатить новое изменение, которое отменит предыдущее. А в самом гиде, если посмотрите, там очень удобная процедура черепикинга, то есть, вы можете конкретные отдельные кусочки изменений, можете их себе понабирать в новый запрос, если надо модифицировать их и как бы закатить как новое. То есть, процесс отката это скорее установка нового. Частичный откат одного изменения, это как в базе не можете себе представить, как можно один транспортный запрос откатить частично, только накатив новый, который отменит частично изменения предыдущего. Здесь у нас такой же подход. Если надо, накатите новое изменение, которое откатит часть функциональности. Марат, привет, Антон Копылов. Привет. Слушай, продолжай тему вот этого отката. Ты озвучил, что возможно применение реверта на гите. Если я правильно услышал всю твою презентацию, то накатываются изменения у тебя скомпеленные реализации. Да. Если у меня произойдет откат изменений, он артефакт откуда вытащит скомпеленный. Секунду. Вот это, да? С Nexus? В Nexus хранятся все версии. То есть вы по мере разработки, допустим, у вас там какой-то скрипт, скрипт коллекшн или iFlow. У вас есть первая версия, потом у вас появилась где-то вторая, потом вы закоммитили несколько, пропустили, у вас много с ней трудились, поэтому пятая, потом у нас восьмая и так далее. Все версии, которые у вас есть, они все здесь хранятся с версией. То есть в Nexus ведется история всех содержимых. То есть у вас, начиная с самой первой версии до самой последней, все здесь они не удаляются. То есть он потянет предыдущую версию. Да, если вы хотите делать откат, здесь уже есть предыдущая версия и когда вы укажете в манифесте ссылку на предыдущую версию, мы укажем восьмую, при ее деплое он отсюда будет пытаться именно восьмую вытащить, но она там хранится бессрочно. Извини, а я в манифесте указываю предыдущую версию, я же делаю ревер. Я манифест при этом должен справиться. Когда ты сделаешь ревер, дает манифест, например, когда ты сделаешь ревер, у тебя же твой есть коммит, ты допустим давай я на первую строчку смотрю, вот допустим у тебя есть шестая версия, ты накатил седьмую, а потом такой я хочу откатиться, но чтобы откатиться тебе нужно вот этот файл манифест откатить на предыдущую версию, значит будет 1.06. Когда ты сделаешь в манифесте пропишешь 1.06 и закоммитишь этот манифест, значит установится именно эта шестая версия. тебе не надо откатывать сорцы для того, чтобы это все сработало, то есть у нас есть репозитарий сорс, он должен содержать последнюю версию, ему не нужно никакие модификации с ним делать, чтобы обеспечить его наличие, потому что каждый раз, когда мы его коммитим, он генерирует нам сохраненную версию, и эту сохраненную версию уже в конфигурации, когда мы делаем все депои, мы используем, означает, что когда кто-то внезапно захочет сделать откат версии или еще какие-то манипуляции, достаточно только указать в манифесте, что я хочу старую версию, он ее вытащит. Такой же подход, если, представляете, есть во всех пакетах типа npm, во всех пакет-менеджерах, либо ходить в докер, у вас есть все предыдущие версии и так далее. У нас тот же самый подход, у вас есть версия, эта версия скомпилирована, сохранена и хранится навсегда. Однако установить установку ее в конкретной среде контролирует только вот этот манифест. Вы сказали, что я хочу здесь конкретную версию, значит, он скачает из Nexus конкретную версию. То есть, если я правильно понял, когда ты выпускаешь CR, ты выпускаешь CR, и в нем еще несколько манифестов для каждого пакета указывают только те артефакты, которые нужно затронуть при переносии. То есть, тебе нужно в рамках CR два iFlow перенести, которые находятся в разных пакетах. Ты, соответственно, делаешь два манифеста по одному пакету. Я не делаю два манифеста, я обновляю два манифеста. Мы говорим, мы же в GT, в GT у тебя хранится не полный образ файла, как вы видишь, там построчно, а хранится патч к нему. Дельта изменений, да. Дельта, да. У тебя указана дельта, и у тебя в рамках твоего CR, на самом деле, хранится дельта, где сказано, что строка номер 1 и строка номер 5 поменялась с 06 на 07, а здесь с 11 на 12. и ты когда говоришь, я хочу применить свое изменение, ты применяешь это самое изменение на соответствующий репозиторий, но даже если там другой разработчик уже поправил строчку 3, 4, 6, применится твое дельта, означает, что только вот эти две циферки поменяются на будущее. Если у тебя есть конфликт, как бы как в GT обычно режим изменений, если ты в своем CR пытаешься именить первую строчку, а кто-то уже в другом CR поменял эту строчку на другую. Допустим, ты хочешь закабить восьмую, а кто-то у кого-то седьмая. У тебя в момент, когда ты попытаешься применить свой CR, скажет гид, что есть конфликт версий. В рамках конфликта версий он спросит, а какая версия корректа. Да, потому что для этой конкретно строки проблемные. То есть либо седьмую, либо восьмую. И ты как человек, который отвечает за комит, говоришь, я хочу, чтобы здесь была восьмая, потому что я знаю, что это правильно. Или наоборот, ты скажешь, ой, нет, действительно какая-то проблема седьмую использовать. Но это стандартный процесс решения конфликтов в гитер. Я все понял. Спасибо. И завершающий вопрос по процессу деплоя. В момент деплоя у меня изменения, то есть скомпилированная версия, начнет работать только для новых процессов. То есть если у меня есть iFlow в текущий момент работающий, то есть в процессе обработки изменения к нему применятся или только при новом старте? Спасибо. Я пытаюсь вспомнить, цепляли ли мы хоть раз iFlow, который в данный момент обрабатывался. Я, если правильно помню, там в момент деплоя по-моему будет так. Если текущий процесс работает, то старая версия продолжит выполняться до ее завершения. То есть у тебя старая версия iFlow, но там же iFlow это же не программа, которая резидентно сидит в памяти, она была запущена на основании какого-то триггера, входящего сигнала или расписания. Но если она запустилась, она дойдет до своего завершения, и соответственно все следующие версии точно будут новые. вот именно момент, я не помню, чтобы мы зацепляли хоть раз долго играющие такие процессы, чтобы четко увидеть проблему. Ситуация такая, что наш механизм постит, ну в смысле меняет только на основании дельта, то есть он фактически перед установкой допустим в тест-среду он выкачивает все манифесты отсюда, потому что мы же их бэкапим с параметрами, получаем дельту. На основании этой дельты мы соответственно только загружаем измененные, ну те, которые не соответствуют целевому. Из-за того, что мы соответственно загружаем только дельты, мы очень редко попадаем на работающие живые процессы. Но по-моему до завершения. Я бы конечно спросил лучше там Вадима например, но по-моему нет. По-моему все будет хорошо. Да-да-да, просто интересно, потому что вы несете большой комплект изменений в одном CR, например, включая Value Mapping, и получится ли такая ситуация, что у меня работает процесс, который ссылается на Value Mapping, который уже обновился, а сам процесс еще нет? Вот собственно с этим связан вопрос. То есть когда вступает изменение весь CR? Здесь, к сожалению, мы не контролируем, то есть здесь проблема на стороне CPI, на стороне CPI нету такой команды, как Deploy вместе, то есть все артефакты, которые мы загружаем, если бы мы даже это делали вручную, вот если убрать все этот механизм и загружали вручную, у нас проблема в самом CPI, что когда ты говоришь Deploy, ты можешь говорить Deploy только для каждого артефакта, и они стартуют свой Deploy независимо, а значит заканчивают независимо. То есть даже если ты очень сильно постараешься какой-то порядок соблюсти, единственный вариант это только если ты я даже не знаю, то есть если ты только знаешь в каком порядке нужно их Deploy перед этим от Deploy и дождешься пока не завершатся. Но API, который дает CPI и GUI, который дает CPI не позволяют несколько артефактов задеплоить единовременно. Ну типа либо все, либо ничто такого механизма там нет, к сожалению.